всем привет привет моя лиана монстера превратилась в 3 в 4 или сколько там отдельных лиан и остался вот такой вот один рост и второй рост я купила шпалеры вот эти чтобы замотать начала мотать и поняла что они на креплениях вот тут вот отсохли не знаю может из-за веса может что я их когда-то крутила видите отдельно отсохли начали уже сами запускать корни не знаю с чем это связано наверное все таки это травмировались ну и тут тоже за тот уже видите начали молодые росты идти этот горшок я сейчас перетрушу весь я ставлю только вот этот кустик а еще сейчас сижу такая думаю надо будет и по весне его присадить все-таки уже такая огромная ли она ну и придется присадить раньше перетрушу чтобы старые корни убрать из горшка чтобы меньше места занимали ненужные чтобы они там тоже не перегнивали как бы вот так эти черенки сейчас немножко по черенку и я их поставлю вот сюда уже набрала воду поставлю на кухне будет стоять у меня запускать корни а потом рассажу может подарю кому-то что-то может на продажу выставлю если будет спрос буду наверное небольшими такими резать чтобы они не висели тоже такими тут как бы много делений много почек я думаю все будет нормально оставлю еще на полчасика чтобы они на час может чтобы подсохли плюс-минус одинаковые порезать их и листики по зачатки не надо конечно жалко немножко что сделать особенно вот это смотрите хорошая она вся в листьях то вот молодой рост был хотя у нее вот есть корешки может я ее даже и посажу что она прям такая пышная сейчас повесим здесь пусть висит запущу наверно ну что корни есть я думаю она схватится тем более просто такой молодой куст знаете например эти они лысоватые снизу это прям пышная поэтому посадим посадила мастеру закинула вот эту вот плеть молодую которая там была с корнями ну и два этих роста потом может досажу и еще сбоку те которые пустят верхушечки где много листиков в этих молодых пустят корни я их может по бокам тыркну чтобы пышнее кустик смотрелся 3 у нас солнышко какое хорошо как декабрь месяц декабрь месяц на беседках немножко снег в детском саду лежит смотрите у меня уличные петунья петунья продержалась до декабря я в шоке держится хоть и мороз был но еще что-то пытается расти не хочет умирать ну что пошлите теперь вершки посмотрим итак у меня получилось три таких кучечки тут побольше это верхушечки и покороче у меня есть корни и такой вот бутон он там не только для образования бутонов но и для укрепления растений в общем там куча всего пока не будут подсыхать у меня для монстеры я купила две вот этих шпалеры но так как монстера обломалась одну шпалеру на хую вместе с вами сейчас ее замотаем хуя меня радует вообще тем что она хорошо растет видите какие длинные плети у меня она хорошо растет я ничего у меня она еще ни разу не цвела меня это не то что печали и ладно если бы зацвела конечно был бы плюс больше часто поливаю заметила что если я ей делаю небольшую засуху то она начинает начинают листики мягкие становиться сразу видно что растение не хватает влаги я ее поливаю раз в неделю обильно когда снег вот сейчас я последний раз когда приносила снег поливала орхидеи водой залаживала снегу она вся такая крепкая ствол у нее основной толстый крепкий очень много ответвлений я ее и так покупала она была с большим количеством ответвлений ну конечно повырастали вот такие вот молодые побеги ответвление по отрастали у нее видите это вот такое за весну после стимуляции толчок делала ей тоже вот молодая плеть в общем то в плане плите она меня вполне радует может тоже ее по весне пересажу но еще это не точно вообще хотела бы я чтобы она у меня плелась по этому шкафу я ее ставила здесь и спускала плеть но поняла что ей там мало света на шкафу то есть плети вот так где-то остается висеть и ем мало даже если я ролику подымаю вверх да там все равно света ей там не хватает и те побеги начинают вот так воды зеленеть это после того как она там постояла то есть ее варигатность начинала пропадать ну и я вот это кстати вот начало плети которого она растила это она стояла на шкафу видите вообще абсолютно не красного цвета розового нету и совсем мало белых вкраплений у нее по листу а это после того как я ее сняла уже начала появляться варигатность и я поняла что ей там место пусть лучше уже тогда снизу вверх плетется поэтому ходе тебе повезло так как твоя подруга монстера пострадала по невиданным неизвестным всем причинам тебе повезло примерно так это все действует я ее недавно поливала в поливе она не нуждается так ну что как всегда самое тяжелое то так и чтобы нравилось всем до чтобы листики тоже были видны такие маленькие конечно я не буду пробовать которые побольше просовываться и плести почему раньше не купила эту шпалеру даже не могу сама себе ответить на это почему наверно не до этого было ну что ж подобрала я хую все телефон улетает снизу убрала вот это все чтобы солнце хватало потому что смотрю вот тут вот молодые побеги им наверно не хватало света из того что плетье висели и пока тут лазила увидела что еще вот молодой рост идет молодая плеть и вот тут вот эти тоже молодые в общем вот так вот у меня получилось ну теперь хоть знаете на столе она не лежит это хорошо конечно мне вот это вот все не очень нравится можно это и распустить но я что-то не знаю даже что делать все она лежит на столе тогда как бы особо роли не играет не так уже но все же как-то так или горшку их подцепить чтобы они сильно не валялись на столе в общем так в целом мне нравится как получилось и сейчас это все закину в банки и пойду дальше заниматься своими делами ну что девочки все буду я заканчивать видео разобралась с хойми наконец-то поняла почему она у меня такая кислая и сухая монстера стала убрала листья и буду ждать и размножать все всем пока всем хорошего настроения настроения я я я я я я я я я